Значит, два еврея, два священника православных, они вместе учились там и в семинарии в Западной Белоруссии, значит, и они в Западной Белоруссии были оба. Отец Иоанн Квитович и Иоанн Паташинский, ну, тот был в Станшногорске Московской области. Я потом с этими двумя Иоаннами познакомился очень хорошо. Вот, благодаря их служению, особенно вот Квитовича, для меня вот открылась вот тогда вот эта перспектива. Я увидел пример, потому что, когда я увидел пример, видел до того примеры пастырей, да, священников вот тех городских, не хочу их судить, но я вот просто, я мог лишь констатировать факт, что люди, ну, не знают Бога. Да, я их уважал, да, значит, они священники, да, я понимал, что, значит, да, у них там служение такое, вот. Вот, но, к сожалению, не знали Бога. Потом еще в области Орловской, в Болхове, там, познакомился с одним священником тоже, молодой, кстати, ему 40, еще не было лет, значит, но чуть больше 30 лет, значит, и очень интересный священник. Я потом узнал историю его, сын был второго, по-моему, секретаря обкома партии, значит, да, вот, там даже статью потом мне показали о нем, значит, тогда, в 87-м году, публиковали в Орловской этой газете статью, как его отец, будучи, там, секретарем, вот, одним из секретарем обкома партии, публично на, вот, своем, там, собрании коммунистов отрекался от своего сына, публично отрекся от своего сына, вот, и в газете, это, и Орловская правда превозносили это, как, вот, правильный пример, что, вот, сын такой негодный, к сожалению, значит, там, вот, пошел в попы, вот, значит, и отец отрекся от своего сына, вот, и я потом, когда уже с этим священником разговаривал, вот, значит, и я спрашивал его, он, ну, спросил, между прочим, что, вот, отец ваш, ну, с вами, может, разговаривает как-то? Нет, вот, уже несколько лет, там, сколько, и никакого общения нету между нами, к сожалению, но он молился, молился от своего отца, вот, потом меня ждала примерно такая же участь, уже в следующем, в 88-м году, то же самое меня ждало, мои родители от меня отреклись тогда, к сожалению, да, значит, ну, не так громко, но тоже отреклись, вот, значит, и родственникам даже сообщили, что я умер, значит, реально, на полном серьезе, вот, значит, и я пытался заговорить несколько раз, там, в течение нескольких месяцев пытался поговорить с родителями, но игнорирование было полное, значит, и мама лишь одну фразу бросала, наш сын умер, у нас сына нету, все, и поводом послужило то, что я, ну, сказал, может быть, я раньше времени сказал это, но что в семинаре документы повез, вот, значит, после училища художественного я, значит, значит, вообще-то документы я увозил в Москву, в институт кинематографии Горького, на режиссерские курсы, в общем-то, туда, меня сватали на операторские курсы, после училища художественного как раз вот на оператора, вот, сватали, но я подал на режиссерские курсы, и, в общем-то, как бы, и уже, все уже, поступил уже, да, но потом, забирая документы, не объясняя ничего, не рассказывая ничего родителям, потом уже перед фактом их поставив, что я документ отвез в семинарию, для них это было, конечно, вообще, это было таким шоком, это, ну, я сейчас понимаю, что для них это было очень тяжелым, они и так были уже напуганы очень сильно, что я, там, в храм хожу, там, запрещали, значит, там, значит, там, папа пытался меня, так вот, по-хорошему купить, как бы, значит, чтобы я в храм не ходил, значит, потом даже он сказал, что однажды меня с Библией застукал, но это еще раньше еще, еще в 85-м году был такой неприятный разговор, был очень, конечно, очень тяжелый разговор был, вот, значит, от меня он требовал, чтобы я больше никогда Библию в руки не брал, вот, значит, отдал ее, где я взял, значит, и больше никогда в руки Библию не брал, я не мог ему это обещать, и он понимал, что, ну, короче, я не отрекся, нет, но и, одним словом, просто молчал, потому что я не мог и обещать ему, что я больше не возьму ее в руки, и, ну, мне сошло с рук тогда, как художнику, я учился в училище художественном Орловском, значит, и как художника сошло с рук, значит, что, значит, отец списал это на, ну, увлечение художников, там, вот, тем более классической живописью я увлекался как раз, все время там в Эрмитаже, в Русском музее, там, в Третьяковке, вот, значит, то в Москве, то в Ленинграде пропадал в этих, значит, музеях, и, ну, мне вот сошло туда с рук это чтение Библии, но я стал таиться, тайком, вот, и, знаете, вот, пример, я почему-то рассказываю пример сейчас тоже из своей жизни, вот, как раз пастерского служения, вот, неправильный пример может лишь оттолкнуть человека, даже если он имеет призвание от Бога, да, он может только лишь оттолкнуть от человека, и я это по себе знаю, но если пример правильный в жизни, да, хороший, то, вот, как раз призвание, которое есть от Бога, оно, ну, имеет такой толчок хороший в нужное направление, слава Богу. И, конечно, тоже я обращаю, вот, кто сейчас и онлайн, и кто, значит, там будет в записи смотреть, если в вашей жизни будет такой тяжелый выбор, который, который, вот, ну, я неожиданно через год после разговора с тем священником в Болхове сам оказался перед таким же выбором, вот, значит, либо я, ну, мама и папа говорили, либо мы, либо твой Бог, либо семья наша вообще вся, родня, все, значит, да, значит, либо твоя церковь, либо... Короче, вот, все, выбирай, вот, и даже доходило до скандалов, даже там, ну, скажем, мама кричала и папа. Я никогда не слышал их кричащими просто вообще раньше, до того, никогда не слышал. Семья очень, ну, не знаю, порядочная семья, неверующие, да, нерелигиозная совершенно, но у нас никогда не было ни пить, ни курить, ничего, значит, там вообще даже никаких разговоров. Хотя семья, казалось бы, чекистов, значит, да, бабушка, дедушка ветерана ЧК, НКВД, значит, там, как бы и... Но таких очень, таких, ну, моральных принципов таких вот, ну, касательно, вот, даже поведения, там, все, значит, но, знаете, я впервые в жизни слышал, вот, тогда, что мама, папа кричат. Я даже... А что, а то, что они кричали, это было еще даже худшим для меня. Мама кричала, там, что лучше ты был бы пьяницей или тюремщиком, но только неверующий. Значит, мы бы пережили, да, было бы трудно, но мы бы пережили, если наш сын был бы пьяницей или тюремщиком. Но наш сын станет попом, наш сын верующий, станет попом. Ну, это, то есть, для нашей семьи была катастрофа просто тогда. Сейчас я понимаю, сейчас уже сам взрослый человек, я понимаю, что, конечно, для них это было, ну, на самом деле, просто как гром такой, среди ясного неба. Ну, хотя уже понимали, что к этому идет, как бы догадывались, но когда это все вот так вот обнаружилось, конечно, то, тем более, кстати, то, что я документы отвез в семинаре уже, конечно, это было уже как решение уже, я их поставил уже перед фактом, что я пойду вот таким путем, стану священником. Вот. Ну, может, еще и радиками где-то я еще поступил даже, может быть, сейчас, я думаю, может, не надо было там некоторые вещи говорить сразу, не надо было все карты раскрывать сразу, вот, а я еще сказал еще и родителям, а я и монахом стану еще. Все. По молодости лет. Да, значит, ну, а я думаю, что, ну, думаю, хорошо, я как раз, мои сверстники все там с девчатами гуляют, значит, а мне как-то вообще, ну, я как-то вообще не общаюсь ни с кем, ну, думаю, хорошо, я как раз стану, буду, монахом буду, все, монашисты буду, вот, значит, и родителей напугал еще больше этим самым, конечно, своите, надо не все сразу говорить, поэтому я уже, когда молодым людям рассказываю о своем опыте, я говорю, не все сразу говорите родителям, что Бог открывает вам или там, или к чему вы хотите, стремитесь там, допустим, в Боге, вот, да. Пусть Господь благословит всех вас во имя Иисуса Христа. Аминь. Продолжим. Да.